Рад приветствовать вас на программе HR Generalist. У нас первое занятие, и мы говорим о том, что это за роль такая. Всего у нас 12 занятий на этом курсе. И сегодня мы поговорим, какие в целом есть роли в HR, как HR в компании развивается, кто это HR Generalist, какие есть тренды, какие навыки нужны, и как быть HR-лидером, а не HR-исполнителем. Вот такой план сегодня. У этого курса есть сайт, выглядит таким образом. И здесь мы проходим все этапы обучения данной роли. Очень много HR Generalist прошло у меня обучение с 2015 года, уже 7 лет. Можно сказать, что я обучаю людей быть HR Generalist. Наверное, уже не десяток людей выросло до должности HR-директора. Так что это протестированная программа. Если с кем-то мы не знакомы, зовут меня Майк Притула. Вот компании, в которых я работал. Так получается, что мне удалось побыть абсолютно в разных ролях, позаниматься разными функциями, от рекрутинга до обучения, вознаграждения, формирование стратегии, аудит. В принципе, нет такого в HR, чего бы я не делал и не делал руками. На самом деле, оценку проводил, модель компетенции разрабатывал, грейдинг внедрял, вход бюджетировал, вакансии закрывал, людей адаптировал, системы премирования разрабатывал. Поэтому делюсь своим личным опытом, своими личными наработками, ну и, конечно, профессиональными знаниями. В работе полагается на лучшие практики. Вот список того, что рекомендую отслеживать. И буду благодарен, если и вы о себе напишите, то есть какая у вас должность. Особенно интересно, есть ли у нас сегодня действующие HR-дженералисты или HR-дженералистов нет. Поэтому напишите в чате, пожалуйста, как называется ваша должность. А я пока расскажу о домашних заданиях. Значит, на этом курсе, как и на всех курсах, есть домашние задания. Ну, во-первых, это возможность попрактиковать полученные знания. Само по себе это уже является преимуществом. Во-вторых, вы получаете обратную связь от меня и какие-то возможные рекомендации по улучшению. И, в-третьих, они нужны для того, чтобы получить диплом. То есть мы так просто дипломы не выдаем только тем, кто выдал домашнее задание. Именно поэтому наши дипломы востребованы, ценятся и часто являются таким проходным билетом при нами. Наш диплом мы выдаем на такой профессиональной платформе. Там даже Google, Harvard свои дипломы выдает. Всем известная компания Slack. Ну и еще много очень чуть менее известных компаний. И много дипломов выдается на этой платформе. То есть она из лучших платформ. Теперь непосредственно к самому занятию. Начнем с того, попытаемся понять, что есть HR Generalist и что не есть HR Generalist. Чтобы у вас было четкое понимание. Вот, вижу, начинающий HR Generalist у нас есть. Айгуль, спасибо. Вот, значит, HR Generalist. У меня есть, знаете, я однажды готовил карту HR профессии, описал 40 всевозможных HR должностей со всеми необходимыми знаниями и так далее. И потом это все оформил как карту метро. Вот HR Generalist находится на красной ветке. В одном шагу от Head of HR, в двух шагах от HR-директора. В общем, такая очень престижная профессия. Теперь, значит, в HR у нас, как, скорее всего, вам известно, есть много разных ролей. Например, есть отдел кадров, есть рекрутинг и адаптация, бренд-работодатель, обучение, развитие, вознаграждение и бенефиты, автоматизация, бизнес-партнерство, операционная поддержка. HR Generalist – это человек, который всем этим занимается. В этом уникальность данной роли. Она поэтому называется Generalist. Это такой универсал. Человек все в одном. Поэтому HR Generalist – это отдел HR в одном лице. Здесь важно, что это единственный HR в компании. Потому что если HR-ов есть уже больше, это уже не Generalist. Ложность уже трансформируется, и мы сегодня поговорим, как. Обычно эти люди, они начинают свою роль, свою карьеру, ну или свой путь с небольших компаний. Но когда компания разрастается, часто у этих людей появляется возможность взять себе в команду еще там рекрутера, кого-нибудь, кто обучением занимается и так далее. И, соответственно, роль человека рано или поздно вполне вероятно дорастает до HR-директора. То есть наиболее такое логичное продолжение развития этой роли. И вообще, по своей сути, поскольку HR Generalist – единственный HR в компании, какие-то задачи HR-директора эту роль уже выполняют. Поэтому такая, знаете, одна из начинающих ролей, но с другой стороны очень серьезная. Также этот человек часто является правой рукой генерального директора, потому что по людям, да, это человек главный, вот, а генерального директора люди беспокоят. Человек отвечает за персонал компании, главное ответственное лицо. Для многих выступает в роли внутреннего HR-эксперта и консультанта. И бывает такое, что HR Generalist дают возможность управлять еще какими-то административными отделами. То есть иногда становится немножко операционным директором или полноценно операционным директором. Вот. То есть это одна из таких очень перспективных ролей, она реально очень интересна. Дальше. Эта роль, ввиду того, что это единственный HR, выбирает в себя все компетенции HR, как профессиональные, так и поведенческие. Вот мы сегодня чуть более детально об этом поговорим. Теперь по поводу того, в каких компаниях такая роль будет наиболее уместна, будет наиболее встречаться, то есть вот, что это за компания должна быть. Есть разные модели построения HR. Давайте начнем с первой. Когда в компании появляется первый HR, обычно нужно выполнять все задачи. Тогда это HR Generalist. Исключением является, когда в компанию берут рекрутера только на закрытие вакансии. Тогда это рекрутер. Это будет все так же единственный HR, но по факту это рекрутер. Если рекрутеру говорят, давай занимайся там еще адаптацией, давай организовывай обучение, проводи корпоративы, в общем, любые другие функции, рекрутер у нас плавно превращается в HR Generalist. Тогда уже рекрутером не совсем корректно называть. Дальше. По мере роста компании, HR Generalist обычно уже не хватает своих рук на все. Ну и плюс есть общепризнанные нормы. То есть такая универсальная формула считается, что в компаниях должен быть один HR примерно на 100 человек. Хотя по факту такая норма может быть меньше, особенно в IT-компаниях, в стартапе встречается один HR на 80 или даже на 60, или даже на 50, а порой и даже на 35 человек. То есть, например, в компании 100 сотрудников, но уже 3 HR. Такое тоже бывает. Ну, в общем, рано или поздно возникает потребность других людей, и тогда HR Generalist начинает нанимать себе людей в команду. Тут у Generalist есть либо вариант нанять рекрутера, если, например, компания сильно растет, и есть много вакансий, тогда это будет рекрутер, и, в общем, рекрутеру ничем больше заниматься не будет. Либо это чуть более универсальные сотрудники, например, мы можем их называть HR-менеджеры. Они там, например, и рекрутингом занимаются, и адаптацией, и обучением. Ну, то есть такие универсальные помощники или универсальные специалисты. Вот. Тогда наш HR Generalist, поскольку он уже или она не единственный HR, называется больше не Generalist, а Head of HR. Это такое распространенное название. В компании какой-нибудь европейско-американской назывался бы HR-менеджер. Но, как вы знаете, у нас произошла, я это называю, инфляция, название должности HR-менеджера. Я когда, например, на свою первую работу выходил, это был 2005 год, уже тогда рядовых сотрудников называли просто менеджер. Менеджер по продажам, менеджер по персоналу, менеджер по маркетингу, менеджер по тому, менеджер по всему, по логистике, почему угодно. Вот. Я, к сожалению, не знаю, как это так получилось, что всех вдруг начали налево и направо называть менеджерами. Но слово менеджер утратило свое истинное значение, потому что менеджер – это руководитель сам по себе. Но начали называть очень много людей, не руководящего звена, менеджерами. Поэтому сейчас у нас такое наследие, пока мы не приводим это в порядок, в общем, пока мы менеджерами называем просто таких профессиональных сотрудников. Если отдел продолжает расти и появляются уже руководители каких-то функций HR, например, руководители рекрутинга, руководители отдела кадров, тогда эта должность называется HR-директор. Само по себе название директор, уровень должности, не обязательно в HR, а в любой другой функции в компании, предполагает, что этот человек управляет еще и руководителями. То есть, в принципе, не очень принято называть кого-нибудь директором, если у него в подчинении рядовые сотрудники. Тогда это больше хед. Поэтому, если называть всех правильно, то HR-директор – это такой HR-руководитель, у которого в подчинении есть хеды. Хеду staff records, то есть начальник отдела кадров, начальник рекрутинга или любые другие начальники. Дальше некоторые компании, когда они достигают порога ориентировочно в 1 тысяча сотрудников, они еще формируют штат HR-бизнес-партнеров. Часто начинают с одного, а потом чуть-чуть увеличивают. Кто такой HR-бизнес-партнер? Это фактически человек, который в какой-то мере дублирует одну из ролей HR-директора для какой-то группы руководителей. Потому что, когда в компании работает тысяча людей, руководителей становятся десятки, и HR-директор просто не успевает со всеми руководителями работать индивидуально над их потребностями, задачами и так далее. И HR-директор нанимает HR-бизнес-партнеров как таких представителей от себя и закрепляет их конкретно за какими-то бизнес-руководителями. И тогда эти люди, они как такие правая рука, как заместитель руководителя по вопросам, касающихся людей. Называется роль HR-бизнес-партнеров. Если в компании нет HR-а, тоже это не означает, что никто эту роль не выполняет. Чаще всего ее выполняет HR, точнее генеральный директор, руководители, ну и там функции тоже раскидываются. Вот так это выглядит. Теперь дальше. HR, он в компании не стоит на месте. То есть нельзя сказать, что во всех компаниях абсолютно HR будет одинаково делать одну и ту же работу. К HR будут одинаково относиться. Скорее всего, вы будете сталкиваться от очень такого, знаете, недалекого понимания функции HR-а, до, может быть, очень продвинутого. Будет много факторов на это влиять. И один из наиболее популярных факторов – это сама по себе эволюция компании. То есть обычно, чем более эволюционирующая компания, тем более эволюционирующая вне HR. Но бывают всякие перекосы. Бывает такое, что компания эволюционирует, HR отстает и потом быстро догоняет. Бывает такое, что компания только образовалась, но там настолько все прогрессивные, они пришли из каких-то очень эволюционирующих компаний. Они сразу с первого дня строят профессиональный HR. То есть бывают случаи. По какому сценарию обычно HR эволюционирует в компании? Он эволюционирует примерно по такому же сценарию, как когда-то эта функция эволюционировала в целом в мире. То есть проходит мини-повторение истории формирования HR. Поэтому в целом полезно и, конечно же, это интересно понимать, как рождалась функция HR, какие она проходила этапы, в каком году она родилась и так далее. Если вдруг вы ранее об этом не задумывались или не узнавали, давайте попробуем вместе сейчас поимпровизировать и напишем, в каком году появилась, по вашему мнению, функция HR. Попытаемся дать определение возраста этой профессии. Напишите, пожалуйста, в чате, когда, по вашему мнению, появилась такая функция. Вот есть уже первый вариант, 1994 год. Хорошо. Кто еще когда считает, появилась функция HR? Пока что только одно предположение. Кстати, там кто в фейсбуке пишет, тоже можете написать, в каком году, по вашему мнению, появилась функция HR. Ладно. Больше думаю, что ждать нет смысла. Значит, смотрите, HR развивалась волнами, поэтому тут смотря, что считать отправной точкой. В целом, история этой профессии предполагает, что сама профессия произошла от вообще-то внешней по отношению к компании роли. Это была чиновничья роль. Это был чиновник службы социального обеспечения. Появилось это в 18 столетии, довольно-таки давно. И роль была о том, чтобы защищать права женщин и детей, заботиться о больных и пострадавших сотрудниках. И это был такой ответ на ужесточение условий труда. Тогда бизнес, экономика и мир переживал индустриальную революцию. Появились всевозможные станки, паровой двигатель. Начали рождаться более крупные организации, чем какие-нибудь ремесленники. И поэтому, когда бизнес стал более масштабным, какие-то отдельные люди, они остались без внимания. И появилась такая потребность, чтобы кто-то все-таки о людях заботился. Потом следующая эволюция была связана с масштабным движением людей из компании в компании. Это было связано с мировыми войнами. Первая-вторая мировая война, когда была востребована роль кадровика, потому что кто-то постоянно пребывал, кто-то отбывал, кто-то отсутствовал и так далее. Потом в 1945-1979 годах начали появляться всевозможные теории менеджмента. Например, Питер Друкер свою известную книгу по менеджменту написал. Джордж Доран рассказал о подходе SMART. И другие экономисты, психологи писали о менеджменте. Сама функция менеджмента развивалась. Руководители учились новые для себя задачи выполнять. И функция HR тоже трансформировалась. Больше про понимание, как там взаимодействовать с персоналом. Это был такой посредник между компанией и персоналом. Какие-то политики писались, забота о сотрудниках, управление оплатой, коллективный договор. В 80-х-2000-х годах эта роль получила новый виток развития и был фокус на эффективности. Это был период, когда консалтинговые компании, такие как Hey Group, SHL, DDI, McKinsey, многие консалтинговые компании начали предлагать бизнесу консалтинг в области управления персоналом. И внедряя разные проекты, разработка профиля компетенций, построение системы грейдинга, внедрение перформанс-менеджмента, проведение опросов или исследований удовлетворенности. Проводя эти проекты, консалтинговые компании работали совместно с внутренним HR, и внутренний HR обучался у консалтинговых компаний, как это все делается, и обогащал свои знания. В 2000 году произошел новый виток развития HR, это когда начали становиться популярными всевозможные MBA-курсы, когда бизнес стал больше ориентированный на цифры, на аналитику, появилась всевозможная CRM и ERP-система, то есть у бизнеса появилось больше цифр, бизнес тоже стал более системный, и HR тоже стал больше про бизнеса. Вот такая эволюция. Если мы посмотрим, многие последовательные действия проходят отдельно в компании. В отдельной компании по началу HR занимаются даже не HR, а либо офис-менеджер, либо бухгалтер, либо юрист. Кто-то, кто заботится о людях, или операционный директор, иногда финансовый директор я встречал. Потом берут кадровика на базовые задачи, потом это уже какой-то менеджер по персоналу, потом этот человек уже управляет эффективностью, и потом этот человек уже такой про бизнес. То есть в отдельной с этой компании эта эволюция продолжается. Соответственно, по мере эволюции HR все больше и больше влиял на бизнес. И это та эволюция, которая проходит в отдельной с этой компании. Поначалу HR в отдельной с этой компании довольно-таки удален от бизнеса, он больше про людей, какие-то базовые вещи, но со временем больше и больше про бизнес. И меняется арсенал инструментов. От операционных инструментов до инструментов трансформационных, позволяющих влиять на бизнес, что-то менять в бизнесе, что-то улучшать и так далее. Поэтому, в принципе, можно сказать, что и HR-функции в компаниях выстраиваются сначала от базовых, и потом уже более профессиональные. Вот такая вот эволюция была у этой профессии, и такую эволюцию проживает HR-функция в каждой отдельной с этой компании с разной скоростью. Идем дальше. Что еще интересного происходит в HR-е, происходило, это смещение фокуса с операционки на стратегию. В частности, благодаря появлению систем автоматизации HR-процессов, это раз. И второе, благодаря развитию руководителей в области people-менеджмента. То есть руководители больше умеют работать с людьми, и поэтому какие-то совсем рутинные задачи HR уже могут не выполнять, а могут делать руководители. Что еще интересного можно сказать про современный HR? Мы видели, что HR эволюционировал, но это не означает, что HR переставал делать какие-то базовые функции. Есть классная модель, которую описал Дэйв Ульрих. Он показал, что современный HR, он выполняет четыре роли одновременно. Разные должности могут выполнять эти роли в разных пропорциях, но когда мы говорим про HR-дженералиста, это все касается HR-дженералиста. Итак, значит, у нас здесь есть фокус на настоящее, на будущее, на процессы и на людей. И вот комбинация этих фокусов формирует четыре роли. Административный эксперт – это построение HR-функций. Сторонник сотрудников – это работа с тем, чтобы сотрудники были вовлечены эффективно. Стратегический партнер – это работа по реализации стратегии компании. Агент изменений – это помощь бизнес-руководителям в внедрении изменений. Вот такие четыре роли современный HR должен выполнять. Соответственно, если HR заинтересован быть не просто сервисом, быть не просто обслуживающим персоналом, просто поддерживающим персоналом. Если HR заинтересован быть стратегическим партнером, HR должен немножко понимать и в бизнесе. Мы об этом будем говорить на курсе. Мы не будем говорить только про HR-составляющую. Мы будем говорить и про бизнес-составляющую, чтобы вашу роль с самого начала строить правильно. Ну и, как показывает опыт, это банально облегчает взаимопонимание с бизнесом. То есть всегда выгоднее и эффективнее знать много языков. Чем больше ты языков знаешь, тем больше у тебя возможностей. У HR-дженералиста есть возможность знать язык HR и есть возможность знать язык бизнеса. Однако, если ты знаешь два языка, это уже в любом случае лучше, чем знать один язык. Теперь, чем должен и не должен заниматься HR-дженералист? Для того, чтобы не убеждать вас в правоте своей экспертизы, для того, чтобы не говорить, поверьте мне, я так считаю, это действительно правильно, я предлагаю вам просто опираться на модель компетенции. В данном случае модель компетенции, которая разработана компанией, точнее, организацией с HR-м. Она очень хорошо визуально оформлена. Именно поэтому для нашего сегодняшнего занятия я взял именно эту модель компетенции. И она очень хорошо описывает то, в чем должен разбираться современный HR. А поскольку, я напомню, дженералист – это универсальный HR, который знает все и занимается всем, поэтому данная модель компетенции, она, можно сказать, полностью соответствует модели компетенции HR-дженералиста. Что сюда входит? Обратите внимание, здесь есть профессиональные знания и поведенческие характеристики, то есть компетенции. Нижняя часть зелененькая, точнее, они здесь зелененьким обозначили три большие группы, а внизу черненьким набор функций. Это то, что касается профессиональной части, а сверху это поведенческие компетенции, и мы сейчас вкратце пройдемся по ним. Ну и потом вы увидите, что этот курс, в общем-то, и построен вокруг всех этих знаний. То есть задача курса, следующих 11 занятий – передать вам не только знания, но и инструменты, чтобы вы могли полноценно работать в компании и выполнять свою роль. Итак, значит, смотрите, тут есть три категории, зелененьким они обозначены – люди, организации и рабочее место. Рабочее место – это перевод со слова workplace, но мы под рабочим местом подразумеваем вроде как стол и стул, на самом деле я бы это лучше назвал должность человека или роли в компании. Думаю, что роли в компании даже бы лучше звучали. Но тем не менее, как перевели, так перевели. Значит, люди, что здесь подразумевается, должен знать наш HR. Это стратегическое планирование персонала, привлечение и удержание, вовлечение, обучение развития и вознаграждения. Все эти темы в курсе есть. Дальше идет организация. Структура HR-функции, работа с организационной эффективностью, управление людьми, отношения с сотрудниками, технологии и информация. Это тоже мы изучаем. Дальше идут те самые рабочие места. Это HR в глобальном контексте, это многообразие, это управление рисками, это корпоративно-социальная ответственность и это трудовое право. Ну и чем не должен заниматься HR-дженералист, поскольку мы говорим, чем должен, важно понимать, чем не должен. Во-первых, офис-менеджментом, это не офис-менеджер. Офис-менеджеры могут подчиняться HR-дженералисту, но это не делает HR-дженералиста офис-менеджером. Проведение встреч с сотрудниками вместо руководителя. Это не вместо, это вместе. Только рекрутинг. Я напомню, что тогда это просто рекрутер. Работа с календарем руководителя. Это роль ассистента руководителя. Выполнение поручений руководителей команд. Это тоже, это ассистент команды, это не HR-дженералист. То есть это не входит в обязанности дженералиста. Ну и как мы видели, кроме знаний профессиональных, есть поведенческие знания, которые тоже очень важны для HR-дженералиста. Что сюда входит? Лидерство и навигация. Это вот то, что отличает эту роль от многих других, таких более рядовых, которые в начале пути. Тем, что HR-дженералист, он сразу должен быть лидером. Он или она, даже может быть, имея за плечами не сильно много опыта, ожидается, что показывает направление, задает путь, а не является просто ведомым таким сотрудником. Дальше это этика. И это, конечно, прежде всего этика в области людей, отношения к людям. То есть HR-дженералист должен быть сторонником этических отношений с людьми. Не допускать каких-то неэтичных действий. Критиковать их, объяснять, почему это плохо, всячески этому противодействовать. Дальше. Деловая хватка. Так называется компетенция, отвечающая за понимание бизнеса. Именно HR-дженералист должен строить свои решения, предложения, выборы, действия, отталкиваясь от потребностей бизнеса, от стратегии, от того, что нужно компании. Дальше. Управление взаимоотношениями. Поскольку HR-дженералист является связующим звеном между компанией и сотрудниками, нужно, конечно, уметь помогать компании отношения выстраивать. Дальше. Консультирование. От HR-дженералиста ожидают помощи, консультации, советов. И именно эту роль тоже приходится выполнять. Приходится уметь консультировать по разным вопросам, делиться экспертизой. Дальше. Критическая оценка – это умение полагаться на факты и цифры. Предлагать решение не потому, что я так чувствую, не потому, что так говорят, не потому, что так кто-то делает или кто-то не делает, а потому, что об этом говорят цифры. Или есть факты, есть какие-то исследования, есть какие-то модели. То есть критическая оценка – это подход, более основанный на фактах, на цифрах, а не на интуиции, мыслях и так далее. Дальше. Глобальная и культурная эффективность. Мир становится с каждым годом все глобальнее. Мы об этом будем сегодня говорить. Это, конечно, умение думать глобально. Я, вот знаете, в текущих событиях, когда происходят военные действия и много всякого негатива, иногда сложно находить что-то позитивное. Но что меня радует, что я вижу, как сразу много HR становится более глобально. Кто-то прям уезжает в другие страны и начинает работать с разными национальностями, разными странами. Кто-то там остается в Украине и начинает искать кандидатов в Польшу, в Венгрию, в Чехию, искать, где разместить команды, как оформить, как заплатить. То есть мы видим, как HR сейчас активно становится глобальным, и это круто. Дальше. Коммуникации. Я могу сказать, что, наверное, коммуникации чуть ли не главный инструмент любого HR, в частности, HR-дженералиста. Поэтому мы в этом должны быть действительно профит. Мы должны уметь хорошо доносить мысли, обмениваться информацией и так далее. Вот такие компетенции. Теперь я бы хотел поговорить про тренды в работе HR. Что происходит сейчас, что актуально, куда все движется. Итак, первый тренд – это изменение офиса. Комфортные офисы. Мы про удаленку отдельно поговорим, но в целом прямо видно, как все больше и больше компаний меняют унылый, скучный офис формата 2000-х, 2010-х на более креативные, интересные, которые похожи на те офисы, которые были в компании Google. Сейчас уже никого не удивляли, но когда-то они всех удивляли. К счастью, многие компании понимают, что офисное пространство очень сильно влияет. Это как такой фон, который либо улучшает эффективность сотрудника через влияние на атмосферу, на настроение, либо ухудшает. Поскольку сотрудники, они все больше и больше имеют доступ к красивым интерьерам, рестораны или любые заведения быстрого питания или просто питание становятся более красивыми. Магазины становятся более креативными, торговые центры более креативными, ремонт люди дома делают более креативно. Поэтому, когда после всего этого красивого, интересного, хорошего ты попадаешь в унылый офис, работать там не хочется. Это один из трендов. Изменение офиса. Это то, что сейчас нужно делать. Дальше. Гибридные рабочие места. COVID, который совсем недавно беспокоил весь мир, он заставил компании экспериментировать с удаленкой. Кто-то навсегда ушел на удаленку, кто-то частично, кто-то то там, то там работает. Но это заставляет компании учиться совмещать оффлайн и онлайн сотрудников. И компании смотрят, а что им может помочь в этом совмещении. Например, вот так здесь. Организация переговорки, в которой и оффлайн, и онлайн сотрудники будут себя чувствовать одинаково комфортно и удобно. То есть, эти онлайн сотрудники, они как будто бы вот здесь в этом офисе. Дальше. Конечно же, удаленная работа. Этот тренд продолжается. До сих пор многие компании не могут заставить вернуться сотрудников в офисы. Там Google, Facebook, Amazon, Tesla публиковали там гневные требования. Вернитесь в офис. Или кто вернется в офис, тот там будет больше зарабатывать. Короче, что они только не делали, но не хотят. Люди, которые вкусили вкус свободы, вернутся в офис. То есть, что сейчас я наблюдаю интересного, да, ну это, наверное, такое больше украинское, но надо понимать, что мир он такой, что сегодня это в Украине, а завтра это в любой другой стране будет происходить. То есть, сейчас люди активно ищут каворкинги, активно ищут офисы, где есть стабильный интернет, свет, удобство, да, потому что есть отключение света. Вот, и это заставляет людей идти в офис. Я думаю, что такие события, не конкретно эти, а какие-то другие похожие, они будут и в будущем продолжаться, да, и вот этот вот массовый исход на удаленку будет меняться массовым приходом в офисы по разным причинам. То есть, я не знаю, там, ураганы, затопление, радиация. Ну, я не люблю такие, знаете, апокалиптические прогнозы, не хочу точно никого пугать, и в этом нет ничего страшного глобально. Эта планета переживала много разных событий, и это делало планету и население сильнее. Вот, просто важно понимать, что не бывает движения в одну сторону, да, то есть, если вы думали, что все будут двигаться только в сторону удаленки, и это будет, вот, офисы будут исчезать, 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 пока полностью не исчезнут, этого не будет. Знаете, как с температурой. Кто-то верит в глобальное потепление, я в него не верю, я верю в глобальное колебание температуры. Вот, как сейчас есть потепление, это когда-нибудь будет похолодание, как оно и было, в принципе, уже ранее. Вот, то же самое с удаленкой, да, как сейчас есть массовый уход на удаленку, так я бы уже, на самом деле, многим BHR-ам рекомендовал готовиться о том, а как вот сейчас удаленные сотрудники будут снова устремляться в офис. Дальше, метавселенные. Очень интересная штука. Они пока еще поддаются огромной критике. Они очень спорные. Про них много говорят. В них вкладывают много денег, появляется много продуктов, но они еще не ощущаются чем-то реальным для людей, для HR-ов. То есть, как будто бы, знаете, такой параллельный мир, который вроде как развивается, но почему-то не привлекает внимания. Но я хочу сказать, что это будет до поры до времени. Это будет примерно так, как с криптовалютами. Да, криптовалюты, я сейчас не помню, может, кто-то напомнит, когда там биткоин придумали. Ну, грубо говоря, придумывали его там в 2012 году. И вот где-то, мне кажется, плюс-минус тогда. И эти криптовалюты, это было что-то, все о них знали, писали, говорили. Но никто всерьез не относился, не обращал внимания. В этом году криптовалюты уже начинают принимать какие-то магазины. Ну, уже заходишь на какой-то магазин техники, да, и там где-нибудь кнопочка, а также принимаем криптовалюту. Смотришь объявление о продаже автомобиля, и написано, также можем принять криптовалюту. Квартиры уже какие-то продают люди, и 1% объявлений будет с подписью, можем продать за криптовалюту. Застройщики, да, вот там мне попадалось, что также продаем за криптовалюту. То есть, ну, я уже не говорю о том, что какие-то банки планируют или принимают криптовалюту, какие-то государства. Криптовалюта становится все более реальной, да, и, скорее всего, мы на нее финально перейдем. Вот, метавселенные – это 2012-2014 год в мире криптовалюты, да, когда никто не обращал внимания, все слышали, интересовались, а потом это всех захлестнуло. Поэтому, с точки зрения HR-ов, стоит сюда смотреть, интересоваться и готовиться. Что еще интересно, пока мы на это так смотрим и думаем, что, ну, пока это нас не касается, дети наши, ну, у кого-то это там младшие братья, сестры, племянницы, племянники и так далее, они уже живут в метавселенных. Их игры, Роблокс, Майнкрафт и другие обучают их там взаимодействовать друг с другом, да, то есть я вижу, как собираются дети, запускают Роблокс, заходят на одну локацию и что-то там делают, то есть взаимодействуют. Для них это привычно – быть аватаром в игре и взаимодействовать с другими живыми людьми для чего-то, вот. Поэтому, я думаю, это тоже подстегнет. Ну, Майнкрафт, да, так, это Роблокс, это Майнкрафт. Дальше, значит, еще одно усложнение для метавселенных сейчас – это то, что оборудования нету комфортного или удобного. Но скоро появятся, они уже появляются, они уже есть технологии, которые позволят совмещать нашу реальность и виртуальную реальность без каких-либо там сложных, тяжеленных масок, с какими-то простыми очками, я думаю, позже и без очков. Вот тот же Илон Маск, он разрабатывает устройство, которое позволит вживить чип в мозг и взаимодействовать с мозгом напрямую. То есть не нужно будет уже никакие экраны. И что интересно, в Facebook уже над этим работает их компания «Материнская мета». У них есть целый сайт, они разрабатывают воркплейс для метавселенной. Тут по ссылке будет страничка этого продукта и классные видео. Я вам рекомендую их посмотреть. Ну и некоторые компании прямо уже полноценно серьезно к этому относятся и уже начинают экспериментировать. То есть есть специальные платформы, например, вот как этот Гейзер, и компании уже создают там свои офисы. То есть вы уже будете встречать, скорее всего, какие-то статьи, где компания пишет, что мы уже в метавселенной работаем. Метавселенная – это не обязательно метавселенная, где мы надели очки, и мы видим друг друга в виде аватаров. Это может быть, ну, во-первых, как Roblox, Minecraft. Это на планшете какие-то герои бегают. Это может быть не только трехмерная, это может быть вполне такая вот двухмерная, даже не назову это игра, реальность, где люди взаимодействуют. У этого, у метавселенных есть много преимуществ, да, и есть набор тех идей, как к этому можно готовиться. То есть, когда вы спрашиваете про какие-нибудь онлайн-тимбилдинги, я бы рекомендовал попробовать во что-нибудь поиграть. Тут есть SoWork ссылка, есть Гейзер ссылка, можете поиграть в Roblox, Minecraft, либо купить 3D-очки Oculus или любые другие, и тоже дать людям поиграться в это. Дальше. Не могу не говорить о том, что работа HR-а подвержена. Я это назвал, я долго думал, как это обозначить. События меняются, но нагружают работой HR-ов они одинаково. Я это назвал мировые гуманитарные катастрофы. То есть, что-то, что плохо влияет глобально на людей. Это пожары, которые были в Австралии. Сейчас уже многие их забывают, но они были, и это была реальная проблема. Я помню, как люди вовлекались. Это, конечно же, ковид, который заставлял людей сидеть в офисах. Это революции, которые случаются в разных странах. Знаете, что в Иране сейчас там очень такие столкновения. Конечно, военные конфликты, обезьянная оспа. Ну, пока она, кстати, молчит. Голод в африканских странах. Что-то еще может происходить. То есть, что-то в мире происходит и может происходить глобальное, что влияет на работу HR. Это заставляет нас решать задачи, которые мы не решали раньше. Когда появилась удаленка, заставляло нас отсылать людей на удаленку и как-то организовывать их работу. Когда начались военные конфликты, куча задач. Кто-то уехал, нужно поддерживать. Кто-то остался, кто-то в оккупации, кто-то в зоне военных действий. Где-то выключают свет. И вот постоянно у HR эти вызовы. То надо сейчас в моей ленте куча HR ищет генераторы, старлинки и каворкинги. А кто-то думает, как поздравить сотрудников с Новым годом, чтобы это было актуально. И сотрудники везде. Ну, то есть, я это все читаю активно. Активно участвую, интересуюсь. Ну, так, несколько картинок. Не хочу, конечно, это все нагнетать и запугивать. То есть, опять же, не нужно от этого расстраиваться и делать выводы, что HR – это сложная профессия. Нужно просто понять, что это часть жизни. Оно было и раньше. Просто Facebook и доступность информации – это все моментально доносят до нас. Когда я был ребенком, в мире происходило очень много событий. Вьетнам, Афган, когда был постарше – Ирак. Но не было каких-то социальных сетей. Ну, то есть, я просто об этом не знал, потому что по телевизору иногда показывали. И много чего было. Много было событий. Поэтому с точки зрения мира, для мира это ничего не новое. С точки зрения нашего восприятия, да, это на нас больше влияет ввиду технологий, интернета и так далее. Что нужно делать HR – это, и в частности, нашему HR-женералисту, это уметь на это обращать внимание, уметь это все анализировать и предсказывать чуть-чуть вперед. Есть для этого инструмент, в частности, бизнес-инструмент прекрасно, называется Pestel Analyze. Это такой анализ шести основных направлений, которые влияют на бизнес. И анализ, как это может повлиять на компанию и на HR. То есть, кто-то в HR реагирует на события, когда они уже наступили, и когда реагировать сложно, а кто-то чуть заранее к этому готовится, просчитывает варианты и так далее. Вот, например, как сейчас со Старлинками. Конкретно сейчас Старлинк купить не суперлегко и супербыстро. Но вполне было понятно, что Старлинки могут понадобиться еще месяц назад. Кто их месяц назад заказал, сейчас уже об этом не думает. То же самое и генераторы. Да, вот такие события. Поэтому важно предполагать, где-то, может быть, перестраховываться о том, что может происходить. Это все учитывая своей деятельностью. Еще один глобальный тренд, поскольку мы видим, что мир, он становится сложным, есть желание все-таки его улучшить, и это классное желание, и в этом нужно участвовать, с этим нужно работать. И здесь есть тоже ориентиры. Есть вот такая декларация целей в области устойчивого развития, которую подписали страны-участники ООН, где они заявили, что они будут поддерживать эти 17 целей. И призвали бизнес выбрать те цели, которые бизнес может со своей точки зрения поддерживать. Современные компании, они пытаются выбрать одну, две, три целей и встроить ее в свою работу. То есть сделать какие-то конкретные действия, которые бы улучшали ситуацию. Поэтому мысленно подумать, какие цели для вашей компании могут быть здесь, и что вы можете сделать. Дальше. Дефицит опытных сотрудников, как закрывать вакансии. Это постоянная проблема, людей не хватает. Сейчас кто-то разъезжался, кто-то еще что-то происходит. И это и будет происходить. Здесь единственное, что две решения. Первое – это внедрение максимальной гибкости. Те компании, которые максимально гибкие, они больше имеют возможности нанимать людей. И фокус на внутреннюю мобильность. То есть умение находить нужных людей внутри своей компании и набирая с внешнего рынка тех людей, которых побольше. Например, в частности, малоопытные сотрудники, которых можно обучать. Сейчас я читал недавно статистику, что стало очень много тестировщиков. Конкурс на место чуть ли не 100 человек. Совсем недавно было 15. И компании на это должны ориентироваться. Их 100, их очень много. Нужно научиться их набирать, чтобы они внутри компании росли. Какие-то более сеньорные должности закрывать своими же ресурсами. Ну и здесь будет еще набор действий, мыслей о том, что делать для закрытия сложных вакансий. Удержание сотрудников и мотивация. Это тоже то, что постоянно беспокоит компании. То, что не всегда дается сложно, и точнее легко. И здесь еще накладывают отпечаток недавний ковид. Глобальные исследования вовлеченности показывают, что с момента наступления ковида в мире вовлеченность начала падать. Ну и я думаю, что все шокирующие события, в частности, о чем мы еще сегодня забыли поговорить, это мировой финансовый кризис, который все предсказывают, который надвигается. То ли в этом начнет уже активно раскручиваться, то ли в следующем году тоже будет заставлять. Вы, наверное, читаете, как компании Facebook, Twitter, Amazon. Кто-то просто закрывает найм, стопает, кто-то уже сокращает людей. Довольно-таки большое количество. Это подготовка этих компаний к кризису. То есть я думаю, что сокращений будет еще больше. Опять же, это не то, что чего-то, что нужно пугаться. Я переживал несколько волн сокращений. Люди всегда находят работу. Это просто очень активное движение людей из одних компаний, которые не справились с текущими вызовами, в другие компании, которые на фоне этих кризисов, наоборот, развиваются. Но, тем не менее, вопрос мотивации, он стоит остро. Поэтому нужно искать актуальные методы. А актуальные методы, они прежде всего в умении понимать, что важнее всего для человека. То есть в основе всего стоит человек, его потребности, это умение попадать в потребности. Вот хороший пример. Я его рассказывал раньше, но он стал актуальным сейчас. Хотя я об этом говорил. Мой знакомый работает в компании, которая примерно два месяца назад всем сотрудникам на удаленке подарила вот эти вот EcoFlow River. Тогда еще не было никаких отключений света, ничего такого не было. Но все это воспринимали с восторгом. Это вселило какое-то чувство уверенности в стабильности. Сейчас это мега актуально, и люди безумно благодарны. Некоторые компании до сих пор, IT-компании до сих пор сотрудникам не подарили, не выдали эти EcoFlow. Стоит это копейки. EcoFlow River, по-моему, 300 долларов для компании обходится. На фоне зарплаты сотрудника 2-3 тысячи долларов – это ерунда. Но без нее, у меня много знакомых, я прям вижу, как ряд людей просто не может работать. Они, конечно, сейчас начинают об этом думать, заказывать за свои деньги. Но компания банально теряет месяц-два. То есть потери компании гораздо больше от мнимой экономии, что они вот это не купили. Кто-то все-таки понимает, что это нужно, и дарит. Кто-то даже старлинки людям покупает, каждому сотруднику. Это умение думать ситуационно. Сейчас это актуально, что-то будет завтра актуально. Тут важно не столько искать какие-то суперглобальные инструменты, сколько актуальные на сейчас. Ну и миграция. Мы сейчас видим миграцию. Зачем эта штука? Я, знаете, искренне рад, что вы не знаете. Вот честно. Это для того, чтобы можно было работать, запитать. Это огромный пауэрбэнк для компьютера, для телефона, когда выключают свет. Вот он очень нужен. Вот глобальная миграция. Миграция была всегда, миграция растет, темпы миграции растут. Ну и такие события, как сейчас, показывают миграции в разных странах. То есть они заставляют разные страны по разным причинам мигрировать. И это тоже к чему нужно готовиться. Война заставила людей мигрировать. И до этого люди мигрировали. Что-то еще будет заставлять людей. Людей в этом контексте нужно готовить к культурному многообразию и обучать находиться вот в этой глобальной среде. Вот так вот это можно делать. Несколько полезных ссылок. И я чуть-чуть тороплюсь, потому что заканчивается время. В итоге, чем занимается HR-дженералист? Вот по итогам сегодняшнего занятия, какие же функции у этого человека? Это я хотел бы проговорить. Итак, связывает деятельность HR с бизнесом. То есть не действует оторвано от бизнеса. Проводит HR-аудит, исследование и разрабатывает HR-стратегию. В этом похож очень на HR-директора эта роль. Занимается рекрутингом в компании и оценкой кандидатов. Обучением сотрудников и выявлением талантов. Мотивацией Total Rewards. Управлением эффективностью и ОКР. Работа с вовлеченностью в игрании. Развитием лидеров в HR-партнерствах. Управление культурой, изменениями, постарением системы people-менеджмента, то есть когда руководитель умеет хорошо руководить. Автоматизацией, удержанием сотрудников. HR-аналитикой и фокусируется на опыте сотрудника. Очень много задач, очень интересные. Ну и в частности, это и есть программа этого курса, по которой мы будем заниматься. Домашнее задание для всех, кто на курсе. Оценить свои знания по этим 15 направлениям, по 10-ти бальной шкале. И подумать, на сколько процентов сейчас текущая роль позволяет вам эти знания задействовать. Книги, которые можно порекомендовать. Вот такие книги. И на этом сегодня все. Спасибо всем, кто проявил интерес и был с нами онлайн. Если есть вопросы, пишите. Буду рад на них ответить. Если вопросов нет, напишите, что наиболее ценного и полезного для вас было сегодня. С чем вы сегодня выходите с этого занятия. Ну и повторюсь, приглашаю курс. Пройти этот курс. Он очень интересный и полезный. Да, спасибо. Большое, актуально и интересно. Да, спасибо вам тоже. Вот, хорошо. Ну что, тогда прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока. Следите за анонсами. У нас в ближайшее время будет несколько открытых вебинаров. Там завтра, на следующей неделе. Приходите. Еще раз всем пока и спасибо.